Здравствуйте, с вами Олег Желнин и сегодня тема нашего разговора это мошенничество. За 9 месяцев 2024 года в Якутии зарегистрировано 1765 мошенничеств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Их общий ущерб составил более 781 миллиона рублей. История стара как мир. Бесплатный сыр бывает в мышеловке. Однако люди каждый день все попадают в их уловки. Мошенникам лишь волю дай. Они придумают легенды. То банк, то безопасный счет или продление аренды. И как итог? Большой кредит? А то и вовсе без квартиры. Вся жизнь спектакль. Хорошо играет тот, кто ставит блок от мастеров сатиры. Не торопитесь расставаться с деньгами. Сегодня у нас в гостях Михаил Петрович Гуляев, начальник отдела. Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий. МВД по республике Саха-Якутия. Наш отдел занимается раскрытием преступлений, совершенных имущественных преступлений, то есть мошенничеств, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. И раскрытие требует особых усилий. Это взаимодействие с различными кредитными организациями, извлечение информации буквально из всего. У нас есть его сведения, и вот то, что он нам рассказал, мы начинаем проверять. Цифровой след, он всегда сохраняется, важно его правильно найти. У них никогда на одном потерпевшем, естественно, не заканчивается. Мы собираем сведения о потерпевших со всей России. Если мы раскрываем преступления, мы запрашиваем эти уголовные дела. Наши следственные органы запрашивают все уголовные дела со всей России в одно производство. Поэтому там, раскрыв одно преступление, в дальнейшем мы работаем 10, 20, 30, а то и больше. И как здесь вот потерпевшему быть? Стоит ли вообще обращаться, потому что ему в основном везде говорят, что он сам виноват? Да я бы не сказал, что сам виноват, потому что ситуация произошла, и под влиянием эмоций он это сделал. Все равно его, а в эти эмоции его вели намеренно. То есть, применив все преступные техники, они довели до своего результата. То есть, не человек в этом виноват, а лица, совершившие преступление. При оперативном раскрытии дела гражданин вправен написать гражданский иск к лицу, к обвиняемому. Суд уже в порядке исполнительного производства эти средства изымается. Естественно, если они есть. Если их нет, то... Если нет, то изымается имуществом. Ну, то есть, есть определенные меры, которые могут действительно, с помощью нашего якутского управления МВД Республики, могут помочь навести, так скажем, и порядок, и восстановить, скорее всего, наверное, истину, да? Внимание! Одно из самых распространенных дистанционных хищений – это мошенничество в сфере инвестиций. Схемы, которые используют, чтобы обмануть людей и заставить их вложить деньги в сомнительные проекты. Мошенничество в сфере инвестиций, инициация происходит в том числе и от самого потенциального потерпевшего, да? Человек сам может обратиться в поисковые сервисы, как заработать деньги. И ему, значит, выходит, может, из десятки, сотни предложений разных. Либо инициация идет от мошенников. Человеку поступает звонок, либо напишут ему в социальных сетях где-нибудь о том, что вот он выиграл путем случайного подбора кандидатов каких-то, выиграл бесплатное обучение финансовой грамотности, трейдинговым операциям и так далее. Человек, если заинтересован, он говорит, да, ну, раз это бесплатно, давайте попробуем. В этих операциях никаким боком, и он туда идет, да? Никаким боком он туда, до этого не лез. Тут ему предложили, он поверил, что вот он наконец-то выпал шанс разбогатеть за короткий период времени. И человек оставляет свои основные контактные данные, там, фамилия, имя, отчество, номер телефона. Происходит то, что его передают уже, так называемым, звонарям, да, вот этим финансовым аналитикам, как они себя называют. И человеку уже позже поступает звонок от него. Естественно, при этом используются все способы психологических манипуляций, вызывание авторитета у человека. Даже могут в течение недели действительно его обучать, что такое валютный рынок, что такое биржа. Идет полная разведка, да, личности, изучение личности. У решенников складывается полный портрет личности. Люди влаживают небольшую сумму, скажем, 100 долларов, да? Вложенные 100 долларов превращаются в сказочный образ 150 долларов, да, скажем, за два дня. Поэтому человек загорается и под влиянием эмоций начинает делать необдуманные вещи. Берет на себя кредитные обязательства. Они начинают убеждать, вот прямо здесь и сейчас получена какая-то там инсайдерская информация, что вот сегодня нужно, даже не сегодня, а вот через в течение часа тебе нужно какую-то сделку нам с тобой оформить. И ты с нее поимеешь там более 30% за один раз. То есть он обращается в финансовые институты, берет там деньги, не только в банках, так скажем, да? И начинает якобы играть на бирже. Действительно, человеку обучают в работе с криптовалютными биржами, с легальными. Там он приобретает официальным способом криптовалюту какую-либо, да? И вот у него там на счете на кошельке одной из бирж, скажем, 10 тысяч единиц какой-либо криптовалюты, да? Это все действительно, это все так пока, что вот до этого момента это все идет действительно. Никакого пока обмана не было. Дальше ему говорят, вот скачай приложение какого-либо брокера, причем приложение в основном кидают в ходе личной переписки. То есть это приложение не установлено в этом маркетах, да, в различных платформах. А оно является сторонним. Человек без задней мысли устанавливает это приложение. Оно выглядит как реальная торговая платформа. Туда, на эту платформу брокерскую переводят все свои активы. В этот момент фактически он теряет контроль над своими активами. Он видит это таким образом, то, что передал в управление брокеру все свои активы, они у него отображаются. С помощью своего финансового аналитика он приумножает все свои средства. Реально это выглядит так, что он перевел на абсолютно сторонний адрес криптокошелька и никакого, естественно, никакой торговли не происходит. Дальнейшая работа ведется только с целью извлечения от него еще больше средств. То есть чтобы он еще взял кредиты, чтобы он взял долг у всех родных. Первые два месяца он занимается этой деятельностью, естественно, 10 других месяцев он пытается вывести эти деньги. Вот он видит, что он думает, что по ту сторону экрана эти активы у него все есть, но что-то он вывести никак не может. Нужно заплатить какие-то обходные, вот эти вот санкционные. Они сейчас часто применяют вот это слово санкции, санкции. И для того, чтобы вывести, необходимо заплатить еще и еще. В моей практике одна потерпевшая с республики в общей сложности перевела около 37 миллионов. Как с ними бороться? Первое – это профилактика, работа с населением, повышение ее финансовой грамотности. И просто со стороны подумать, кто это мне написал, что это за организация, запросить документацию. Все участники рынков, они у нас определены федеральным законодательством. Брокеры, они все у нас представлены на интернет-сайте Центробанка, ну регулятора рынка. Список ограничен, он в принципе не такой большой. Это крупные финансовые организации нашей страны. Сравнить организацию, с которой идет диалог, если ее нет в списке Центробанка, естественно, нужно прекращать какой-либо диалог с ней. Потому что никто не сможет гарантировать какую-либо законность и безопасность всех финансовых действий. Если же мошенники действуют под видом существующей финансовой организации, все равно у них есть интернет-сайт. Если тем более это действительно представитель официальной организации, запросить каждый шаг, он должен закрепляться нормативно. То есть должны быть документы. Зайти на официальный сайт, позвонить на горячую линию. Надо насторожиться уже сразу, но это же невозможно, когда человек обуяниен эмоциями и хочет больше и больше. Из-за этого все и происходит. Поэтому первый флажок – это то, что мне позвонили инициативно. Второй – то, что мне обещают и гарантируют высокую прибыль. Здесь надо остановиться, прекратить общение. Тот, кто обещает высокую прибыль, тем более гарантированно от инвестиций, которые всегда сопряжены с риском, это 99% – это мошенники. Да какой 90%? 100% – это мошенники. А как же поступить гражданину, который действительно сейчас играет на этих инвестиций, его ведут и так далее? В этом случае нужно обязательно остановиться, написать заявление, обращение в правоохранительные органы, которые проведут проверку и дадут четкий ответ, в какую ситуацию он попал. Естественно, немаловажную роль здесь играют близкие, родные, которые… Такого человека видно, что у него что-то вечно загруженное ходит, да, просит денег в долг. Все это должно насторожить близких людей, и необходима профилактическая беседа тоже от знающих, от близких. Если это человек пенсионного возраста, должны молодое поколение обеспечивать такую финансовую безопасность. Это очень важно в настоящее время. Каждый день происходит мошенничество. И основное правило все-таки в инвестициях – это сайт Центробанка, да? Сайт Центробанка и взять паузу и провести изучение. Все в интернете, все так же, все сидя на кресле, можно это все проверить. Понять, что физические лица не допущены к рынкам, допущены только установленные законом участники, брокеры. Список брокеров представлен на Центробанке. Они не будут инициативно выходить на граждан путем веерного и массового обзвона. Ну, основной совет – проявлять бдительность и не бояться обращаться в правоохранительные органы. К этому надо относиться очень серьезно. Остерегайтесь предложений о быстром и легком заработке в интернете. Если же данные или деньги попали к мошеннику, сразу обратитесь в службу поддержки банка. Сотрудники банка заблокируют карту. Если же деньги перевели на карту злоумышленников, незамедлительно обратитесь в полицию. Продолжение следует...